Я встречался с хозяином дискотеки, он требует, чтобы в группе была девушка, желательно Мия. Я её уговорю. Нет, Мия не единственная девушка на нашей планете. Но почему? Мануэль, можно тебя? Я подожду. Мы найдём кого-то получше. Сандра, сделай погромче, я обожаю эту песню. Сандра, сделай погромче. Я не потерплю её в моей группе. Это не твоя группа. Извини, но мне кажется, что я имею право решающего голоса. Хватит вам ссориться. Это я нашёл вам работу. Мне и решать. Это вам. Тише, тише. Вы хотите взять меня в группу? Нет, мы хотим взять тебя в группу. Сколько можно повторять, ты согласна? Ещё как согласна. Мы только не знаем, потянешь ты или нет. Покажи что-нибудь эдакое. Мне нужно место. Альбомэль. Альбомэль. Да. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Впервые в жизни. Я счастлива, что моя мама работает на сцене. Я всё знаю про подмостки, про звук, про костюмы. Расслабься, дорогая, об этом позаботится хозяин дискотеки. Стой! Вы забываете о главном. Где мы будем репетировать? Я об этом не подумал. В колледже нам не разрешат. Нет, мы должны сохранить это в строжайшей тайне. Кажется, я знаю. Где? Нет, это сюрприз. Сегодня вечером состоится наша первая репетиция. Она лучшая. Нет, ты опоздала. Постой, Ника, у меня два варианта исполнения. Слегка фривольно, с хрипотцой, или что, более лирично? Делай как хочешь, но попадай в ритм. Давай сначала. Раз, два, три. Субтитры создавал DimaTorzok Ну как? Ты недоволен? Нет. Давай Мию тоже пригласим. Нет, нет, она будет кривляться перед микрофоном. И она тебе уже отказала. Нам нужна еще одна девушка. Кстати, кто заменит Пабло? Девушку я вам обеспечу. А мы поищем гитариста. Только действуйте предельно осторожно. Да, верно. Нам нужны проверенные люди. Попробуем еще разок. Да. Вам все понравилось? Да. Раз, два, три. Я запуталась. Ребята, погодите. Попробуйте исполнить с листа эту песенку. Да, я играю на фортепиано. А я пою. Подберешь музыку? Да, сейчас. Попробуйте исполнить с листа. Стойте, стойте, стойте. Твое дело петь, а не извиваться как червяк. Но так полагается вести себя на сцене. Я не могу стоять с микрофоном, как истукан. Но ты меняешь смысл моей песни. Подумаешь. Не песней была. Пабло, Пабло, так нельзя репетировать. Точно. Нам с Марисой не ужиться. Ну и что? Или она, или я. Без тебя группа ничего не потеряет. Тише. Глоба остаетесь. Фелиситис хоть поет. Заткнись, болван. Это больше не повторится, правда? Правда. Да. В гробу я его видела. Господи, а с тобой-то что? Нико, я тут лишняя. Ты шикарно поешь. Вико поет во сто раз лучше. Нам нужна ты. Фелиситис. Ты заслужила это место. Ни хныч. Послушай, Вико, докажи своим подружкам, чего ты стоишь на самом деле. Не надо ничего доказывать. Это секрет. Он умрет здесь. Я молчу. Да, конечно. Но есть люди, которым можно довериться. Я тебя прибью. Тише, тише. Хватит. Поставь микрофон ближе к краю. Там он будет фонить. Кем ты себя вообразил? Здесь ты никто. Так что поменьше гонору. Алло. Пабло, это я. Ты где? Я с приятелями. А что? Мы с мамой едем на ужин к меценату, который платит за мою компанию. Он хочет познакомиться с нашей семьей. Нет, нет, я сейчас не могу. Друзья не отпустят. Пабло, это приказ. Бросай все и приезжай. Пабло. Пабло. Пожалуйста, выслушай меня. Я не могу. Нет, я не могу сказать тебе, где я. И не могу к тебе приехать. Пабло, не будем ссориться. Томас, у нас с Пабло романтическое свидание, которое растянется до утра. Алло, ты слышишь? Погоди-ка, эта девица случайно не спирита? Да, она приняла тебя за Томаса. А, наша бунтарка у тебя в кармане. Я тебя поздравляю. Почему ты скрыл, что ты с ней? Ну да видишь ли, можешь ничего не объяснять, оставайся с ней. Развлекайся. Покажи ей, на что ты способен. Забудь о моей просьбе. Пока. Он ее обломал. Тебя противно слушать. Да, папочка, слушаюсь, папочка. Не надоело тебя спасать. Я тебя не просил. Не ори. Мануэль, ты с ней? Он мой тюремщик. А ты откуда? Кто ее привел? Это же наш секрет. У меня не было выбора. Фелиситос. Что ты тут делаешь? Пою. Нет. Сюда ходит вульгарная публика. Оглянись вокруг. Я тут спела однажды, но лишь ради шутки. Я бы не пришла, но Гида меня бросил. Как это бросил? И ты переживала из-за Гида? Тебя не спрашивают. Гида-болван, забудь о нем. Я что-то сделала не так, и он меня бросил. Можешь смеяться? Не буду. Ты ни в чем не виновата. Гида был с тобой по принуждению, ясно? Я его не принуждала. Не. Это ты его ко мне послала. Я набью ему морду, и он больше к тебе не подойдет. Почему вы вечно лезете в мои дела? Почему вы вечно лезете в ее дела? Кто бы говорил, только не ты, радость моя. Я действую прямо, а ты втыкаешь нож в спину. Я постараюсь где-то спрятаться. А ты разведай, как она себя чувствует. Хорошо? Я? Конечно, ты иди. Луна, ты откуда? Не бойся, я не к тебе, а к Марисе. Она здесь? Это же секрет. Она мне как сестра. Не, я мне тоже сестра. В семье не без уродов. Ребята нас ждут. Где Фелиситес? Сбежала. Что? Ребята, публика нервничает. Идите на сцену. Нет, на меня не рассчитывайте. Я пойду искать Фелиситес. Мы пропали. Я не умею петь. Споем втроем? Нет. Чтобы никаких трио. Мы заключили контракт на четверых. И вас ждут серьезные неприятности в случае его невыполнения. Мне не пережить нового скандала. Это слова. Следующая песня. Выучена изусть. Есть, шеф. Не смешно. Я не собираюсь бегать за Мануэлем по всей школе. Тише. Там моя мама. Спрячь меня, чтобы она не заметила. Твой папаша. Он ищет тебя. Отец? Да. Давай сделаем вид, что у нас... Роман. Мы целуемся. Ты сдурела? Идиот. Это только для отвода глаз. Даже если меня стошнит. Ближе. Так, достаточно. Да. Да. Простите, но вам необходимо отдышаться. Мама, прости, что я тебя скрыла. Но ты сама все видишь. Что? Мы с Пабло любим друг друга. Тебе незачем оставаться в колледже. Я не одна. Да, я вижу, он к тебе словно приклеился. Соня, детки растут? Ты сердишься? Нет, скорее, я недоумеваю, поскольку мне казалось, что ты особо не жалуешь этого мальчика. Если честно, я сразу влюбилась в Пабло, а он... Ну, не обращал на меня внимания, и тогда я решила обратить на себя его внимание. Любым способом. Правда? Со мной точно так же. Мы поняли, что созданы друг для друга. Я желаю вам долгого счастья. Спасибо, свекор, то есть бастаманта. Я тебя ищу. Ты спятила? Что с моей машиной? Что за оскорбление? Я тебе не идиот. Ты была на парковке. Я открывала мамину машину, достала то, что нужно, и закрыла обратно, ты видел. Детка, только не волнуйся, в чем вы ее обвиняете? Нет, нет. Твоя дочь не нуждается в защите, она кого угодно заткнет за пояс. Вы все видели? Да. Да? Мариса подходила к машине? Нет. Но она была там одна. В эту минуту. Но в другое время там были и другие люди, учащиеся этого колледжа. Но они не опускаются до таких выходок. Я мог ошибиться. Мог. Еще как мог. Мама, все шишки на меня. Болван. На припеве вступает хор «Три строчки». Да, потом по очереди. Молодцы. Я вижу, вы даже здесь не забываете о группе. Ника, не порти мне день своей лестью. Нет, напротив, я вас обрадую. Смотрите сюда. Это наша первая зарплата. Вот так. Только как нам получить деньги? Отдадим чек нашей крестной. Твоя мама обменяет его на наличные. Нет, нет. Она потом никогда с меня не слезет. Я ее знаю. Давай сюда чек, я его обналичу. Давай. Первым делом надо купить нормальные микрофоны. Да, я видел недавно. Хорошие и недорогие. Да, но мне нужно хоть немного денег на мои нужды. Спокойно, спокойно. Половину потратим, а половину разделим. Ребята, хорошо, что вы вместе. У нас к вам дело. Раз уж Мия так хорошо меня заменила, давайте возьмем ее в группу. Почему нет? Но нас должно быть четверо. Контракт был заключен на четверых. Постойте, вы помните? Фелиситас бросила нас за секунду до выхода на сцену. А Мия с блеском ее заменила. Так что пусть остается она. Да, но это место Фелиситас. Она с нами с самого начала, так что я думаю, тогда... Давайте проголосуем. Нас три участника. Кого берем? Мию? Фелиситас. Мануэль, кого мы оставляем? Решай, наконец. Мия... ...хороша собой. Мальчишки обезумели, когда она вышла на сцену. Хватит меня препарировать. Я не экспонат. При этом она неплохо поет... ...и умело двигается. Спасибо. А Фелиситас? Само совершенство. Это как раз то, что нам нужно. Я за Фелиситас. Значит, решено. Фелиситас? Мия может остаться на замену. Я не буду никого замещать. Папочка купит мне три таких группы. Понятно? А она будет после этого писать нам слова? Надо ее уговорить. Нам нужны новые песни. Пиши сам. Я пишу музыку. А ты не можешь делать сразу две вещи? Могу. Вот и делай. Мия, лучше. Тише. Пабло, это твоя задача. Томми. Ты ничего не забыл? Да, да, деньги у меня сейчас нет, но мой отец... Оставим родственников. Да, но на выходных родители уехали. Разговор идет о деньгах. Плохо твое дело. Да, конечно. Нет денег? Не играй. Я тебе все отдам. Я дал слово. Я не сомневаюсь. Мы поняли друг друга? Слушай сюда. Вся сумма. Завтра. Завтра? Да. Хорошо. Не подводи. Завтра. А теперь разбежались. Да, уже поздно. Погоди. Что? Я хочу предупредить тебя... насчет поцелуя. Да? Что? Я сделал это лишь за тем, чтобы отвязаться от моего отца. Хорошо. Погоди. Я тут подумал. Нам не стоит продолжать эти игры. Скажи матери, что мы расстались. А я скажу своим. К чему такая спешка? Я не хочу, чтобы пошли слухи. Я опустилась до поцелуя с доморощенным суперменом, а он боится слухов. Тебя не только на пользу. Не выступай, ты давно по мне сохнешь. Да? Чтобы доказать директору, что у меня беда с головой. Наш роман – прикрытие, которое позволит тебе играть в группе. Может быть. Не может быть, а точно. Твой отец счастлив, что я обратила на тебя внимание. Он надеется, что ты поумнеешь. А тебе-то это зачем? А я стряхну с тебя маму. Тебе мало? В принципе, для этого годится любой парень. Так что, прощай, любимый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно. Да. Твой отец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что нам делать? Он нас преследует. Я наябедничала директору, и теперь мне крышка. Да. Да, Мариса? Ты меня слышишь? Что натворил Бустаманте? Мариса, мы говорим о старости. Да, надо его живьём закопать. К нему не подступиться. Может, Соня? И если я обращусь к ней с просьбой, она с меня не слезет. У тебя замечательная мама. Не то, что моя. А тётя Сандра? Нет, она бы и рада помочь, но я не хочу её подставлять. Значит, будем терпеть, да? Нет, девочки. Куда делся наш дух? Дух борьбы за правое дело. Ты можешь говорить яснее? Я знаю, кто нас спасёт. Кто? Ситуация на бирже меняется. Меняется так быстро, что не все успевают. А что с теми, кто не успевает? Они исчезают с горизонта. Мир большого бизнеса не для слабаков. Обратите внимание на диаграмму. На странице 62. Продолжим нашу игру для стариков, но в школе секрет. Пабло. Хватит думать обо мне. Займись группой. Как интересно проводит своё свободное время сеньорита Спирито. Ну-ка. Займись группой. Хорошо. Какой ещё группой и кому надо заняться? Мариса, мы ждём ответа. Кому ты советуешь заняться группой? Слово группа может иметь кучу разных значений. Я в курсе, что оно означает. Не сомневайся. Правда? Вчера мы с директором тщательно изучили твою характеристику. И договорились больше не спускать тебе твоих выходок. Тишина. Ты явно что-то скрываешь. Нет. Мне нечего скрывать. Нет. После урока пойдём к директору. Нет. Ладно, я всё скажу. В общем, вчера Пабло признался мне в любви. Тишина. Тишина. Вы прочитали моё сообщение ему с советом отвлечься от меня и подумать о группе друзей, о колледже, об оценках. Как мило. А что там с группой? Мы вчера обсудили нашу учебную группу. Садись на место. Чтобы получить полную картину, надо выслушать и вторую сторону. Что думает Пабло Бустаманто о романтической истории Спирита? Мы слушаем. Говори. Но сначала встань. В общем, Мариса сказала правду. Она моя девушка. С милым рай в шалаше. Но лишь до первого дождичка. Пусть наша сладкая парочка напишет монографию о глобализации в экономике с 30-х годов и до настоящего времени. Это поможет вам сойти с небес на землю. Я же просил сохранить тайну. Мне пришлось отмазывать группу. Простите, это правда? Я тебе объясню. Есть сомнения, да? Я в шоке. Беги, детка. Ты опять всё испортила. Проваливай из группы, и я всем скажу, что мы не сошлись характерами. И расстались. Алло. Алло, радость моя, как ты? Великолепно. Чего тебе? Пообедаем вместе. Нет, Пабло пригласил меня на пикник. Он подтвердит. Давай. Соня, прости, я тебя опередил, пригласил её. Ничего страшного, развлекайтесь. Я лишь об одном прошу. Ни на миг не оставляй её одну. Да, хорошо. Простите, мы задержались, Лулу. Прелестно. Мы можем пропускать занятия, а вы нет, да? У нас важное дело, о котором мы тебе не расскажем. Ты выщипал себе волосы на груди, да? Не смешно. Хватит ссориться, лучше порадуйтесь. Мия исключили из колледжа. Нет, пока нет. Можете не верить, но Мия написала слова. Правда, я ещё не успел их прочитать. Вот они. Вы её выгнали, а она пишет вам слова. У безголовой проснулось чувство долга. Что это? Держитесь подальше от грязных мексиканцев. Даже от сладкоголосых. Я круглый дурак. Вдург решил, что эта безголовая Барби проявит благородство. Твоя подруга ничего не стоит. Ребята, я поклялся, что к выходным мы представим новую песню. Что делать? Постой. Я кое-что придумал. Может, вам не понравится? Конечно, нет. Я не к тебе обращаюсь. Тише, тише вы. Мариса, ты хоть послушай. Нет, нет. Давайте возьмём старую песню и немного переделаем. И всё. За что ты взъелась на жениха? Так мы доказываем друг другу свою любовь. Дорогой, сыграй, пожалуйста. Мне жалко от Саника. Ладно, я пойду спать. Погоди, погоди. Хакин не придёт. Хорошо, я сейчас... Я помогу перетащить вещи. Нет, я должен отнести кое-что. Кому? Какое тебе дело? Хакин попросил. Пабло, у него в руках ничего не было. Гида, какая тебе разница? Давай сменим тему. Я что-то никак в толк не возьму. Ты ухлёстываешь за Марисой? Нет, нет. Наш роман – лишь прикрытие для моего отца и для её матери. Пабло, зачем вам от них прятаться? Кто? Я. Надо поговорить. Я заткну уши. Нет, нет. Это личное дело. Давай. Собственные комнаты. Чего тебе? Мне нужен чек. Зачем? У отца Ника нет ни гроша за душой. А им надо оплатить лечение. Держи. Я отвезу. Марисе придётся извиниться. Спорим, что нет? На что? На что хочешь. Ты проиграешь. Хама мне место в элитном колледже. У Марисы есть гордость. Она не нуждается в защите. Ты не мог бы найти себе другое место? Я пришёл рассказать о Ника. Мы оплатили пребывание в больнице. Как себя чувствует его отец? Лучше. А Ника совсем с Ник. У них с отцом идиллия. Да? Видимо, его отец инопланетянин. Это точно. Что бы со мной было, если бы мой отец оказался в больнице? Боюсь, что ничего. Когда его положат, пусть вживят ему мозг нормального человека. Он не приживётся. Почему при раздаче отцов нам достались худшие, а? Ты никогда не думал, как бы тебе жилось в другой семье? Зачем? Другой не будет. А я иногда люблю помечтать. Я не мечтаю. Я играю. Сыграй что-нибудь. А вось меня стошнит и полегчает. Ты всегда такая злая? Не знаю. Сыграй последнюю. Ты посвятил её кому-то определённому. Нет, а вот эту я кое-кому посвящаю. Тебе. Сыграй последнюю музыку. Сыграй последнюю музыку. Меня достал этот Мансилья. Он лучшее, что тут есть. Меня тоже достали. Кто? Мия и все её прихлебатели. Ты опять за своё. У Гри на собственном носу волнует её во сто раз больше, чем жизнь человека. Меня тоже. Не смейся, отец Ника чуть не умер. Не злись на неё. Она просто не поняла. Потому что это не её папочка. Я терпеть не могу снобов. И хочу оказаться подальше отсюда. Ты тоже? Иногда. Хотя... Здесь лучше, чем дома. Ты бы хотел жить по-другому? Я бы хотел всю жизнь играть на гитаре. Так играй. Нет. Всё не так просто. Просто. Если поставить цель. Вот я делаю всё, что хочу. Себе на беду. Ты ненормальная. И похоже, что это заразно. Да? Да. Иногда... Я слушаю тебя. И мне кажется... Что всё возможно. Всё возможно. Представь. Представь, что вокруг никого нет. И слушай себя. Что ты чувствуешь? Чего тебе хочется? Чего тебе хочется? Мирас. Я слушаю тебя. И мне кажется, что всё возможно. Всё возможно. Представь, что вокруг никого нет. И слушай себя. Что ты чувствуешь? Чего тебе хочется? Чего тебе хочется? этого хотел нет не понимаю мне показалось что кто-то подошел к двери и я решил поддержать наш обман что я твой парень но я никого там не видела я что-то слышал наверное ошибся наверное гадюка и детка ты здорова не что на тебя нашло дура подожди подожди успокойся не подожди